Ведущие менеджеры мира утверждают, что успешные предприятия – это социально активные предприятия. Потому сколько благотворительных акций и других социально ориентированных мероприятий проводит организация, можно смело судить о том, насколько она открыта для своих клиентов, готова к инновациям и поиску нестандартных решений. Насколько такой подход культивирует на Шульгинском комбинате, какими событиями запомнился уходящий год для предприятия и чем оно готово удивить в следующем, спросим у исполнительного директора комбината Елены Беляковой. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Ну вот, 2018 год у нас прошел под знаком волонтерства. Как вы в целом относитесь к идеям добровольчества и насколько, на ваш взгляд, наше общество созрело для добрых поступков? Если говорить про волонтерство в целом, то нужно заметить, что это движение, оно вообще активно стало развиваться в 80-х годах. До нас оно дошло уже в 90-х годах, до конца 90-х годов. Но оно было и ранее, только оно было, это были сестры Милосердия, Тимуровцы, пионерские организации. Сейчас синоним слова волонтерства – это добровольцы. Вот, конечно, наша организация, она не состоит из сплошных волонтеров, да, но мы всегда рады и рады помочь селу, рады помочь школе. Сотрудники у нас активно откликаются на все мероприятия, которые происходят и внутри предприятия, и извне. То есть мы можем и день пожилого человека организовать, и всевозможные елки, и помогаем молодым специалистам. То есть работа – это идет. Но вот русло задачи нам задает, скорее всего, экономика нашего государства. Поэтому мы развиваемся, работаем в этом направлении. И вся политика, она направлена именно на то, чтобы люди были менее замотивированы, но находили больше отклик в сердцах жителей или окружающую среду, можем иметь в виду всевозможные выставки. Тут много можно говорить о волонтерстве, смотря какой подход к этому. Ну вот, как правило, жесты милосердия – это такие частные поступки. А тут вот целое предприятие регулярно принимает участие и организует разные мероприятия. Вот в чем их суть и на кого они, прежде всего, направлены? Политика предприятия, она больше всего нацелена, скорее всего, на молодежь. На то, чтобы привлекать молодежь, чтобы они, и приходя работать, они уже изначально были нацелены добровольно помогать друг другу. Вы знаете, вот если говорить о волонтерстве, о добровольцах, то это, скорее всего, доброта, которая находит отклик в сердцах людей, которая находит понимание. Мы можем оказывать конкретную помощь, если она требуется, а можем просто на собственной инициативе помогать. Ну вот, престарелые люди, они социальные слои населения, которые менее защищены. И поэтому наша цель, наша цель создать по возможности, конечно, оптимальные условия именно для этой категории граждан. Вот вы уже сказали, что проводите мероприятия как для молодежи, так и для людей пожилого возраста. А на ваш взгляд, какой из проектов самый ответственный? Вы знаете, они все важны. Выделить какой-то проект, ну, я думаю, что будет неправильно, потому что и молодежь, они у нас социально менее защищенные, скажем так, и люди у нас пожилого возраста, все-таки это отдать дань уважения. Многие у нас бывшие работники нашего предприятия. Поэтому мы стараемся приложить все оптимальные условия, чтобы было комфортно и в той, и в другой среде. А почему в целом ваше предприятие стремится к социальной активности? Каждый человек, наверное, он в нашем государстве, он, наверное, социально значимый. Поэтому, может быть, потому что мы все были молодыми, потому что мы когда-то станем пожилыми людьми. И вот, говоря об этом, мы не можем не учитывать этот факт. А как коллектив относится к участию в таких вот акциях? Люди у нас все активные, позитивные. Они приходят работать, они уже нацелены на то, чтобы, вот, смотря вот принцип наставничества о том, что у нас люди работают, какой они путь прошли, как они это все начинали. Это опыт, это пример, это, вот, еще раз говорю, если вот возвращаться туда, к истокам. Добровольцы, они всегда были, и они будут всегда. И единственное, что в каких направлениях работать, мы эту работу продолжаем, мы постоянно ищем какие-то пути, мы постоянно ищем какие-то решения. И для этого нам не нужно мотивировать сотрудников. То есть каким-то образом специально кого-то вы не мотивируете? Да, оно в этом и заключается, да, что мы в основном идем своим путем, своими целями, своими задачами, но по возможности рады помочь каждому. Впереди Новый год, а значит время строить планы на будущее время, да? Вот расскажите, какие из проектов вы наметили для себя вот именно в 2019 году? Если говорить о проектах 2019 года, то первое, это, конечно, привлечение молодежи. Молодежь мы будем привлекать и к работе на селе, чтобы они оставались на селе все-таки. И это нельзя тут не сказать про занятия спортом, потому что все-таки предприятие, оно нацелено на помощь спортсменам. Мы за здоровый образ жизни и рады помочь командам. И проходил у нас турнир на стадионе Сипсельмаш города Новосибирска. Мы помогали командам организовать этот турнир. Турнир прошел на ура. Было очень много команд с разных регионов. И баскетбольные команды у нас села Советского, и местные команды у нас с местной школы. То есть все-таки заинтересовать молодежь, чтобы они остались работать на селе. И конкретно, если уж проявляется такой интерес к нашему предприятию, на нашем предприятии, это важно. Как говорят, где родился, там и пригодился. Поэтому мы со своей стороны делаем все возможное. Это экскурсии, это какие-то субботники проходим, привлекаем. Это какие-то общие мероприятия там на территории администрации села Шульгенлок. То есть это всевозможные проекты могут быть в зависимости. Какие экскурсии вы проводите? Что это за экскурсии? Для кого и где они проходят? Экскурсии проходят на территории нашего комбината. Мы привлекаем молодежь, привлекаем школьников. Школьники могут посмотреть, у многих работают родители на нашем предприятии. То есть они смотрят по сам процесс, как изготавливаются напитки. Потом можно будет все это попробовать. У нас есть специальные технологи, которые непосредственно покажут и расскажут, как, из чего, при каких условиях, покажут сырье, все дадут ручками потрогать. Поэтому дети, которые более, скажем так, заинтересованы в старшекласснике, если мы говорим о старшеклассниках, то перед ними не стоит выбора будущей профессии. То есть вы чувствуете с их стороны интерес к процессу? Да, интерес сопроявляется. И у нас есть такое, что на предприятии работают целые династии. Они приходят, людям нравятся, а мы нужду в кадрах не испытываем, скажем так. Елена, ну и в завершении программы, в преддверии Нового года, я предлагаю вам поздравить всех, кого вы считаете нужным с праздником. Наверняка таких немало. Конечно, с удовольствием это сделаю. Уважаемые мои земляки, коллеги, друзья, позвольте мне от лица нашего предприятия поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать вам, конечно, сибирского здоровья, благополучия, успехов во всем. А также помните, что ни один подарок не заменит семью. Берегите себя, своих родных, близких. Еще раз с праздником вас. Елена, спасибо большое за участие в нашей программе. А я напомню, что это было наше время. До свидания.